Мы с вами приближаемся к финишной прямой уже. Осталось совсем чуть-чуть, я знаю, вы встали. В прошлый раз мы обсуждали интересные моменты с поэзией. Вернее, с тем, как Сократ обходится, скажем, к новаторству протагона. Сократ, как вы помните, занимает позицию классиков. Не новация, а золотой век. Не симонит, а пятак. Поэтому, помните, симонит сравнивается со скомандором. Скомандор должен умереть. И симонит, которого Сократ в начале своей речи защищает, в конце оказывается полным совпадением с протагоном и должен быть поэтому уничтожен. Почему Сократ защищает классическую позицию золотого века? Он сравнивает себя с древним. Я древний. Он и сравнивает себя с древним, чтобы именно защитить эту позицию. Ну, потому что Патавр показывает, что он, ну как, выносит что-то новое, а Сократ... Ну, естественно, противопоставляя, да. Но почему? Кому все это Сократ говорит? Он же говорит. Товарищу. Товарищу. Сократ должен и стоит на классических позициях. Сократ должен доказать, что философия не софистика, что философия выступает союзником города, а не его противником, что философия не соблазняет молодежь, не возвращает молодежь. Софистика возвращает молодежь. Однако, как вы знаете, оказывается, что, ну так или иначе, что это не так. Поэтому позиция, занимаемая Сократом, выглядит смешной. Он говорит, что... Помните, что он говорит по поводу своей позиции? Что он как спартанец. Да? Спартанцы всех превосходят не мужеством, спартанцы всех превосходят мудростью и при этом делают вид... Да, 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 да. Да, политическое господство и господство философии, господство мудрости оказываются совпадающими у спартанцев. Вы знаете, что спартанцы, конечно, имеют... К тому моменту, когда этот разговор происходит, имели славу крайне недалеких людей, и такая слава у них осталась и по сей день. Более того, вы знаете, что Платон пишет это гораздо позднее, то есть уже после того, как произошло поражение в войне. И вот тогда спартанцы действительно доказали свое превосходство. Но это превосходство было доказано катастрофическими методами и катастрофическими событиями. Невообразимым количеством случайностей и непредсказуемых последствий. О чем мы с вами должны поговорить сегодня будем? О том, к чему Сократ переходит, к мужеству. Сократ пытается подряд отождествить несколько добродетелей. Помните, какие? Ну, какие он первыми отождествляет? Умедленность и... Нет, мудрость и красота. Красота? А, это сравнивается сначала. Ну, там справедливость, благочестие. Это первая пара. Благочестие и справедливость. Вторая пара. Умедленность и мудрость. Последней пары не остается, потому что их пять. В том списке, который предложил протогор. И потому остается только последняя добродетель. Это какая же? Мужество. Правильно. У нас остается только обсуждение мужества. Но вот замечательное дело. Сократ попытается доказать, что мужество и мудрость совпадают. Тем самым окажется, что умеренность, мужество и мудрость совпадают. В то время как благочестие и справедливость – это отдельные категории вещи. Они совпадают только между собой. Вы помните, что Сократ бросает эти доказательства. Особенно первое. Сократ не очень доказывает второе путем невероятной софистики. Или, вернее, не доказывает, потому что протогор продолжает сопротивляться. И, наконец, осталось последнее и самое решающее. И мы должны посмотреть, получится ли у Сократа это, во-первых. А, во-вторых, мы должны заметить, что мужество оказывается последней в череде добродетелей. Творчество которых Сократ пытается нам доказать. Или, вернее, доказать не нам, а кому, кстати, доказать. Кому он пытается это все доказать? Что мужество и мудрость совпадают. Да, это будущее. То есть, и Алки-Виаду, и протогору, и товарищу вы хотите сказать? Ну, просто протогору считает себя и мужество и мудрость. Ну, тогда зачем это доказывать протогору, если он и так считает себя и мужество, и мудрость совпадают? Разница в том, что он считает, что мужество и мудрость совпадают в нем, а не совпадают в принципе. Ну, доказать, что... Помните, он ведь говорит, что они совпадают. Ну, хорошо. Есть ли какие-то вопросы перед тем, как мы начнем? Я знаю, они есть. Да, это будет. Да, давайте. Я хотела узнать, зачем пошел Алкивиат к протоколу, если мы знаем, что Гиппократ туда ведет Сократу и того, что Сократу не замалывает слово, а Сократу в очередь необходимо пойти к протоколу, потому что он знает, что там будет Алкивиат. Зачем туда пошел Алкивиат, если он не хотел учиться у протокола? Да, это хороший вопрос, в том плане, что, конечно, на него невероятно сложно ответить, потому что мы из диалога это непонятно. Мы можем предположить, что он ведь туда идет скрытием, и там присутствуют все остальные прекрасные люди, сыны Перикла и прочая золотая молодежь. И мы можем предположить, что золотая молодежь, она склонна собираться вместе, но это ничего, ни о чем не говорит, и ответить на этот вопрос практически невозможно именно с точки зрения диалога. Другой вопрос, что мы можем его переквалифицировать и поставить его более остро. Мы знаем, зачем философии нужна политика. Но зачем политике нужна философия, это вопрос. Зачем политику нужен философ, это серьезный вопрос. И он серьезный, потому что если политику философ не нужен, то соединение философии и политики невозможно. Оно не получится, неосуществимо. Конечно, для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, по-настоящему, серьезно, пришлось бы, конечно, прочесть государство. А по-хорошему сверху еще и законы. Но мы не можем этого сделать, очевидно. Но мы можем сделать что-то другое. Поэтому я прошу вас открыть первый алкевиат. 176-я электронная. Когда мы закончим, я имею в виду, закончим вообще с диалогом про того года. Я, конечно, укажу вам, почему алкевиат первый. Это тот диалог, к которому мы можем так легко относиться, как мы относимся сейчас. Да, значит, это первый разговор Сократа и алкевиата в истории их отношений. Вы помните, что до этого момента Сократ только молча наблюдал за алкевиатом с самого детства. То есть это первый их разговор вообще и первый их приватный разговор. Причина тому была не человеческого, но божественного свойства. Ну, вы знаете, к чему эта отсылка. К чему? К тому, что Сократ гемон. К гемону, правильно. Не отводил бы свои высокомерные годы. Причину твоего высокомерного превосходства я тебе объясню. Я тебе сейчас объясню. Заметьте, причину своего высокомерного превосходства алкевиат не знает. Ты утверждаешь, что тебе не нужен никто из людей. Он присущ тебе личи, как телесный, так и душевный таковым, что ты ни в ком не нуждаешься. Ты считаешь? Это причина, как вы увидите позднее, по которой алкевиат не поддался развращению со стороны Перекла. Перекл не смог ничему научить своих сыновей. Перекл ничему не смог научить Клиния. Но когда Перекл попытался чему-то научить алкевиата, алкевиат сказал нет. Именно поэтому его сыновья, сыновья Перекла, глупцы. Клиния безумец, а алкевиат здоров. Ты считаешь, что ты первый среди людей по красоте и росту. Причем для каждого очевидно, что это правда. Да, видите двусмысленность здесь. Правда, что он первый по красоте или росту, или правда, что каждому кажется, что он первый по красоте и росту. Далее, по твоему мнению, ты происходишь с самого отважного рода в своем городе, в самом великом из греческих городов. И поэтому у тебя есть по отцу множество достойнейших друзей и сородичей, которые в случае нужды придут тебе на помощь. И не меньшее число столь же достойных родственников по матери. Самый сильный из них покровитель, как ты считаешь, великого сынок-сан-типа. Кого твой отец оставил после себя вашим опекуном, твоим и твоего брата. Ведь он не только в этом городе волен вершить все, что захочет, но и по всей ладе и среди многочисленных и могущественных фажерских племен. Добавлю еще, что ты из богатых. Помните, это те самые качества, которые Сократ перечисляет в протогоре. Даже если народное шабрание не станет слушать человека, если он красив, богат и родовит. Именно эти три качества перечисляет Сократ, описывая Алкевиада, самому же Алкевиаду. Что стоит в центре? Красота. Нет, красота – это первое, с чего он начал. Это не то, что он никому не нужен. Нет, это родовитость, правильно, благородство. Богатство и красота являются случайными. Богатство и красота являются сомнительными, потому что их можно приобрести или потерять. Вы знаете, как можно потерять красоту, вы знаете, как можно приобрести и потерять богатство. Родовитость не тоже случайно приобретается? Нет. Смотрите, родовитость нельзя ни приобрести, ни потерять. Можно только быть родовитым. Нельзя не стать родовитым, не перестать быть родовитым. Впрочем, как кажется, это мнение всего питает твою гордыню Чвани, всем этим ты подавил своих поклонников А они, будучи послабее, признали свое поражение Для тебя это не прошло незамеченным Поэтому я уверена, что ты удивляешься настроению мешающему мне отречься от моей любви И спрашиваешь себя, на что, глядя, я сохраню твердость там, где все остальные бежали Но, может быть, тебе не втамек, Сакран, что ты лишь чуточку меня упредил Я ведь еще раньше предполагал подойти к тебе и спросить, что тебе от меня надо И чего ради ты меня не оставляешь в покое, преследуй меня на каждом шагу В те самом деле, я думаю, какое у тебя ко мне дело И с величайшей охотой получил бы ответ на этот вопрос Да, это тот момент, когда их желание встретиться и поговорить сошлись Алкивиад уже и сам хочет узнать, почему Сакрат все время стоит рядом и смотрит на него Как так получается, что куда бы ни пришел Алкивиад, везде оказывается Сакрат стоит рядом и смотрит на него Значит, можно предполагать, что ты со вниманием меня выслушаешь Коль скоро, как ты говоришь, тебе желательно узнать мои намерения Глава мои будут обращены к терпеливому слушателю Несомненно, говори Смотри же, пусть тебе не покажется удивительным, если с трудом начать этот разговор И с такими же трудом их более окончу Говори же, почтеннейший, я готов тебя выслушать Пусть будет так Нелегко это дело Объясняться любви человеку, в чем не уступающим своим поклонникам Однако, надо решиться И изложить тебе мои намерения Да, первое, что говорит Сакрат, что, и уже не первый раз, а второй, что он влюблен в Алкивиад Если бы я, мой Алкивиад, видел, что ты привержен ко всему тому, что я только что перечислил И намерен продолжать жить так и дальше Я давно попростился за своей любленностью По крайней мере, я в это верю Но я хочу доказать тебе самому, что у тебя совсем другие замыслы И ты увидишь из этого, насколько внимательно я все это время за тобой следил Мнится мне, что если бы кто-нибудь из бабок Тебе Алкивиад, желаешь ли ты жить тем, чем жил прежде Или предпочел бы тотчас же умереть, коль скоро не сможешь рассчитывать в жизни на большее Ты исправил бы смерть Исправил бы смерть Второе, на что указывает Сакрат Эрос Сакрата направлен на Алкивиада Но Эрос Алкивиада направлен не на Сакрата Алкивиад не хочет философии А Алкивиад хочет больше Помните, мы говорили об эротизме, о связи эротизма и тирании? Я скажу тебе сейчас, в какой надежде ты продолжаешь жить Ты полагаешь, что если в скорости вступишь перед афинским народом А это предстоит в самый короткий срок Ты сумеешь ему доказать, что достоин таких почестей Каких не доставил Сантеиков и никто из его предшественников Значит, хочешь больше по сравнению с кем? С самим собой? Нет Хочешь больше по сравнению с величайшим человеком И величайшими людьми в принципе Величайшим человеком настоящего и величайшими людьми прошлого Доказав это, ты обретешь великую власть в городе А уж коли здесь, то и во всей Ладе Ты станешь самым обущественным И не только среди эллинов, но и среди вазов Обитающих на одном с нами теле Я бы обратил ваше внимание на это предложение, но не буду Не так Я бы попытался разъяснить, почему вы должны обратить внимание на это предложение Но не буду, вы просто должны обратить на него внимание А если бы тот же самый Бог сказал, что тебе следует править лишь здесь, в Европе В Азю, тебе же путь закрыт И ты не предназначен для тамошних дел То, думаю я, жизнь была бы тебе не в жизнь На этих условиях, коль скоро ты не сможешь, так сказать, запомнить своим именем и лавничеством все народы Да, жевать больше, значит жевать всего Нет никакого предела подлинного эротизма Алкиверат не может остановиться, став самым великим человеком в Греции Он сможет остановиться, только став самым великим человеком вообще Я полагаю, ты не считаешь достойным упоминанием никого, кроме Киры и Ксеркса На что ты питаешь такую надежду, я не предполагаю Но точно знаю, быть может Ну, вы перенесите удаление Я не предполагаю, но точно знаю Быть может, сознавая, что я говорю правду, ты спросишь Какое отношение имеет это, Сократ, к тому, что ты собирался мне сказать о твоей неотступной привязанности ко мне Я же тебе отвечу Милый сын Клиния и Динамархи Без меня невозможно защитить все эти твои стремления Итак, Сократ пытается доказать Алкиверату, что политике нужна философия Потому что без философии политика не может достигнуть своих целей Алкиверат не может достигнуть своих целей, если только рядом с ним не будет Сократа Такова моя власть, как я думаю, над твоими делами и тобою самим Потому-то, полагаю я, Бог и запретил мне беседовать с тобой И я ожидала на это его дозволения Но поскольку ты имеешь надежду заказать городу свое право на всевозможные почести А доказав это, тотчас же забрать в свои руки власть Снова обратите внимание на это предложение и сравните его с тем, о которой вы мне говорили То есть я надеюсь получить при тебе величайшую власть Доказав, что я представляю собой для тебя весьма ценного человека А философия не просто помогает политике достичь своих целей Философия это единственное средство для политики достичь своих целей Но это значит, что философия как таковая, это только политическая философия То есть она связана только с политикой и ни с чем больше Но, конечно же, с помощью Бога Да, но, конечно же, с помощью Бога Что необходимо для того, чтобы философия и политика соединились? Случай Случай То есть какое-то божественное вмешательство Давайте остановимся Ну, например, какой это случай? Случай, что величайший человек в истории И величайший философ в истории Родились в одном городе И примерно в одно и то же время Да при том так, чтобы философ был старше, чем величайший человек А так как ты был очень юн И еще не обременен такими надежными То Бог, как я думаю, запрещал мне с тобой разговаривать Чтобы не сказать тебе что-то впустую Ныне же Он разрешил Он разрешил меня от запрета И теперь ты меня послушаешь Достаточно Весь этот диалог будет направлен на то Чтобы доказать Алкивиаду Этот и следующий тоже То есть Алкивиад второй Что достижение целей политики Возможно только с помощью философии И что только философия может обеспечить Алкивиаду господство Заметьте внимательно, как Сократ говорит Ты будешь величайшим человеком в Владе Я буду величайшим человеком в твоей жизни Философия правит миром посредством политики Точно так же, как Сократ правит собранием в Пратагоре Посредством Алкивиада Помните, Алкивиад становится судьей Мешает одним, запрещает говорить одним Как бедному Гиппию Заставляет говорить других Как бедного Пратагора Но находясь строго под влиянием Сократа Хорошо, у вас, по-моему, был еще один вопрос Ну, он незначительно касается Гиппократа А, хорошо Мы вернемся еще к Гиппократу в самом конце Постараемся это обсудить А сейчас только сосредоточимся на Алкивиаде Есть ли какие-то вопросы по поводу того, что я сказал Почему политика необходима в философии? Вот сходу, учитывая все, что мы уже обсудили Если у вас есть добродетели Если у вас есть добродетели Какое вам дело до того, кто и как ее обсуждает Помните, слово и дело Философия не может заниматься делами Никакими делами Поэтому, если философ что-то говорит А политик что-то делает Политику все равно Другое дело, что политика состоит не только из дел Но и из слов, из речей То есть, если ты обладаешь какими-то добродетелями Это напрямую зависит от того, как тебя воспринимают люди Перед которыми ты будешь говорить То есть, ну, как бы тут Совокупность и тех слов, которые ты говоришь И твоих добродетелей, которые ты Когда вы что-то говорите Вы говорите в нашем представлении Какие вещи? Я имею в виду по отношению к их сущности Давайте, самое базовое разделение того, что может сказать вам другой человек Вот другой человек подходит Да, правда или ложь? Мнение или знание? Подставьте теперь сюда философию Речь не о добродетели Что может обеспечить философ для политика? Знание Знание Вы забегаете вперед То, чему пытается убедить Сократа Локивиада в Локивиаде первом Что без знания политика невозможна Но и правда, вы должны знать, что делать Но чтобы знать, что делать Или, например, как это делать Или, например, зачем это делать Вы должны обладать знанием в принципе Знанием как таковым Именно и с вами Чтобы быть разумным человеком Нужно обладать знанием Не по поводу мелочей Помните, как ремесленники? Ведь ремесленники обладают знанием Помните из-за пологии? Они это что-то знали Но это что-то не касалось наиболее важных вещей Чтобы обладать знанием как таковым Чтобы быть разумным Нужно обладать знанием о самых важных вещах Это самая важная вещь Эти самые важные совокупности, этих самых важных вещей именуются знанием о целом или знанием обо всем. Не об отдельном предмете, а в принципе. Знанием как-то как-то. Это попытается доказать Сократ Алкивиаду, что Алкивиад, собираясь выступать перед народным собранием вскоре, потому что ему уже скоро близится срок, когда он наконец-то сможет это сделать, ничего не знает. Он ничего не знает, потому что никто его ничему не научил. Почему его никто не научил? Потому что его учитель педикол, который ничего не знает. Но мы теперь знаем другое. А именно? Да. Как быть в этой ситуации? Правильное мнение – это хороший ответ. Он неплохой. Но Сократ явно не убеждает Алкивиада о том, что политик и так прекрасно знает, что существуют правильные мнения. Это мнение, которое поддерживает его точку зрения. Что может дать философ политику? Зачем политику нужна философия? Зачем политике нужна философия? А политику нужен философ, если философ не дает того, что он обещает? Хорошо. В любом случае, я советую вам ознакомиться с Алкивиадом первым и Алкивиадом вторым, чтобы попробовать ответить на этот вопрос самостоятельно. А мы возвращаемся к тому моменту, с которым мы закончили. Если я не ошибаюсь, это 348-С. Протоколль «Протяженный», как мне показалось, словами Алкивиада и просьбами Калия, больших всех присутствующих, наконец, согласился беседовать и сказал, чтобы его спрашивали, а он будет отвечать. Достаточно. Когда товарищ спрашивает Сократа, не с охоты на Алкивиаде ли ты пришел? Что отвечает Сократ? На что он на самом деле охотится? Что он отвечает товарищу? Не помню, че? Он отвечает товарищу, это 309, наверное, МПР. Да, 309Б, 309Д. Попробуйте его воспринвести. Как же? Да, да. Как же теперь твои дела? Как же теперь твои дела? От него ты идешь и как расположен тебе юноша? Хорошо, по-моему, особенно сегодня. Он мне мало говорил и ничем в пользу и очень мне помог. От него я сейчас и иду. Но я хочу сказать мне невероятную вещь в его присутствии, я не обращала на него внимания, а частенько просто забывала про него. Какая же такая огромная преграда могла стать между вами? Неужели ты нашел в нашем бурте кого-нибудь красивее, чем он? И намного красивее. Что ты говоришь? Вешеный или чужого? Чужого. Откуда он? Обдери. Для того он красив, по-твоему, что чужезенец, что он тебе показал тебе прекрасные сына клиния. То есть он за протагонами пришел. Ну сейчас, давайте, давайте. А почему бы, дорогой друг, тому, кто мудрее, не казаться и более прекрасным? Достаточно. Так зачем же охотиться сократно? За прекрасное. Ну а прекрасное-то это что? Мудрость за мудростью охотится сократно? Это он говорит товарищу. Не за алкивиадом, за мудростью. Ну и правда, если он философ, то есть любитель мудрости, очевидно, что любит он не алкивиада, а любит мудрость. И охотится не за алкивиадом, а охотится за мудростью. Вот и я сказал. Не думаю, протагон, чтобы разговаривая с тобой, имел я какое-нибудь иное намерение, кроме одного, рассмотреть то, что каждый раз вызывает мнение в умении. Достаточно. Сократ победил протагона, пристыдил протагона, показал, что ни длинные речи, ни поэзия не являются сильными сторонами протагона. А мы знаем, что короткий вопрос, короткий ответ уже не являются сильными сторонами протагона. И, казалось бы, это конец. Но именно сейчас, именно в данный момент Сократ нам показывает, что он переходит к сути того, что его на самом деле беспокоит. Помните, он начинал? У меня только одно мелкое замечание. У меня осталось одно мелкий вопрос. Нет. Теперь он обращается к тому, что каждый раз вызывает у него недоумение. Я полагаю, что полный смысл стих Гомера. Ежели двое идут, то придумать старается каждый. Да, сейчас мы обсудим этот стих, но нам нужно поговорить кое о чем другом. Почему вдруг появляется поэзия, о которой мы вроде как закончили беседовать уже? Ведь он же только что, Сократ нам сказал, помните, что он говорил только что? Что взрослые люди, образованные, должны общаться друг с другом не с помощью, а давайте мы вернемся назад. Почему я вам цитирую какие-то свои воспоминания? 347С. Даже лучше 347Б. А я сказал. А я сказал. Я представляю протоколу выбрать, что ему приятнее. Если ему угодно, прекратим говорить о песнях и стихотворениях. А вот то, о чем я тебе протокол вначале спрашиваю, я с удовольствием довел бы до конца, обсуждая это вместе с тобою. Потому что, мне кажется, разговоры о поэзии всего более похожи на берушку неизыскательных людей с улицы. Ведь они не способны по всей необразованности обращаться звеном друг с другом, своими силами, с помощью собственного голоса и собственных слов. Достаточно. Поэзии не может быть. Обсуждение поэзии недопустимо в среде высокообразованных людей, говорит Сократ и тут же дает нам цитату из Гомера. Почему поэзия играет такую большую роль в жизни большинства? Потому что у нас свою культуру было, да? Но почему поэзия является частью массовой культуры? Традиционно. Сократ нам только что сказал, почему? Большинство цитирует поэтов. Помните, как протокол говорит, большинство только повторяет то, подпевает то, что говорят сильные. Большинство цитирует поэтов, потому что само не способно интерпретировать реальность. Сократ выступает против поэтов в принципе. Почему? Потому что, вспоминайте Апологию, я ходил к ним. Любой, кроме них самих, мог интерпретировать их поэзию лучше, чем они сами. Поэтому Сократ выступает против поэтов. Они ничего не понимают. Ни древние, ни современные поэты. Однако, это не значит, что поэты бесполезны. Видите, он говорит, это плохо. И тут же цитирует сам. Поэты не бесполезны. Не бесполезны для кого? Для философа, который может как-то большинство интерпретировать так. Ну тогда всякий может интерпретировать как угодно. Протокол же интерпретировал стих в одну сторону. Сократ интерпретировал его, нарушая все законы греческого языка, в другую сторону. Вспоминайте государство. Что говорит Сократ государство по поводу поэзии? Ну же. Поэзия необходима. Но ни один из существующих ныне поэтов, живых или мертвых, не удовлетворяет тому, что мы делаем. Потому что до сих пор поэзия создавалась несознательно. Кто отвечает за поэзию? Поэтам. Народ? Нет. Поэзия? Нет. Музы отвечают за поэзию. Вдохновение отвечает за поэзию. Именно поэтому поэт не в состоянии сказать, что он написал. И объяснить, что именно он хотел сказать. На меня нашло вдохновение. И вот так я в данный момент написал. Сократ говорит, мы должны от этого избавиться. Почему? Вдохновение – это нечто неосознанное, нечто... А? Конечно. От этого должно быть исправлено. Мы должны создавать новую поэзию. Разумную поэзию. Разумную во всех смыслах этого слова. Зачем? Потому что большинство не может жить иначе, чем общение с помощью поэзии. Но это все равно не исправит. Большинство не способны интерпретировать мир самостоятельно. Ему нужны заготовленные шаблоны, которые уже интерпретируют мир каким-то образом. Поэты являются таковыми. Поэзия в целом является таковым шаблоном. Мы должны заменить неразумно созданный шаблон разумно созданным шаблоном. Чтобы большинство вошло в ту парадигму или в ту интерпретацию, которую мы для него готовим. Это и есть то самое правильное мнение. Но поэзия – это не мнение вообще. Хорошо. Сократ говорит, разумные люди не цитируют поэтов и не ходят с флейтистками, как вы помните. Чем занимаются разумные люди? Разумные люди. Ну как это Сократ называют? Мы же только что прочли. Беседуют между собой. Если Сократ все понимает сам, зачем ему нужны беседы, зачем он стремится беседовать с людьми? Что с товарищем? Помните, он ведь пристает аж к товарищу-то. Товарищ говорит, ну если хочешь, расскажи. А сколько это через большую удовольствие? Сейчас я все расскажу. Ищет мудрость. Да, 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 да. Он хочет учиться. Он ищет мудрости. Но это его желание, эгоистическое желание, ведет к появлению социальности. К проявлению социальности. К тому, что он создает маленькие сообщества. Сообщество бесед. То же самое и тут. Это замечательная цитата из Одиссеи. Сейчас я скажу вам, кто же тут к кому обращается. Если я не ошибаюсь. А давайте, чтобы я не ошибаюсь. Я знаю, что это Диамет говорит про Одиссея Агамемнону. Но давайте я скажу вам точную цитату, чтобы ни в коем случае не запутаться. Это Илиада, 10-я песня, 220-я строка, 224-я строка. Кто такой Диамет? Диамет это смелый простак. Что происходит? Происходит первое поражение ахейцев под Троей. Они загнаны к кораблям. Они в ужасе. Агамемнон собирает всех вождей племен, чтобы обсудить, что делать. Диамет предлагает смелый поступок. Проникнуть в стан врага. Послушать, о чем говорят противники. Агамемнон говорит Диамету. Эта идея хорошая. Но понимая, что Диамет ничего ни в чем не понимает, что он только смелый, но неразумный. Агамемнон предлагает Диамету взять с собой кого-то еще в лагерь троянцев. Естественно, и Диамет выбирает Одиссея. Больше некого выбирать. Хотя там есть и Аякс. Потому что все вожди войска все еще живы. Там есть и Ахилл и прочие великие люди. Но Диамет выбирает Одиссея. Выбирает его вместе с этой фразой. Спросите еще раз. Ежи двое дуды придумать старая чекарство. Да. Сократ цитирует Одиссея. Чью, или Аду, прошу прощения, то есть Гомела, чью, кем при этом становится сам Сократ? А, нет. Нет? Ну, смелым. Диаметом. Да, да. Диаметом. А кто становится Одиссеем? К кому обращается Сократ? К Протогору. Сократ превращает Протогора из Ахила в Одиссея. Зачем? Куда они идут? Протогору. Отлично. Куда идет Сократ и Протогор? Что они сейчас будут обсуждать? Мужество. Мужество. Отлично. Чьи мнения они сейчас будут обсуждать? Толпы. Большинства. Протогор все время говорит, люди думают, люди думают, людям кажется, люди не согласны. И Сократ ее будет поддерживать до определенного момента. Сократ объединяет себя и Протогора. Продвращая Протогора из простого Ахила в многоумного Одиссея. Потому что мудрые вместе должны противостоять толпе. Называет ли когда-нибудь себя Сократ врагом толпы? Врагом большинства? В апологии. В апологии. Апология 28D, апология 39A. Я как солдат, захваченный в плен. Я как ваш враг, не сдавшийся. У меня есть выбор, поднять руки или умереть здесь и сейчас. И я выбираю умереть. То есть, получается, если он выбирает умереть? Ну, в апологии, в апологии. Да, достигает... В философии искусства умирать, то есть... Да, да, да. Сейчас, подождите, да. Достигает наивысшего силу в искусстве философии ислам? Если вы определяете философию, как искусство умирать, то апология Критон-Фидон, это как раз вот про это. Про принуждение большинства к убийству, объяснение большинству, почему нужно это убийство, с точки зрения большинства. Помните Критону? И Фидон принятие смерти. При том, что мы знаем из апологии, что Сократ верит посмертную в жизнь после смерти. Нам нужно как раз еще перед петухом принести в реакцию. Нет, это в самом... Да, это философия как выздоровление. Да, 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 да. То есть, это тема смерти. Это хорошо, да. А иногда сказать, что Сократ был бы в смерти, это мужественный вопрос? Вопрос в возрасте. Если бы Сократу не было 70, и он бы уже не был на грани смерти, тогда бы возникал вопрос, является ли этот поступок мужественным. Помните, в Критоне Сократ говорит Критону, что он умрет не сегодня, не завтра, а послезавтра. Почему он знает, когда он умрет? Я ведь уже обращал на это ваше внимание. Мне во сне явилась женщина в белом. Добродетельный человек знает, когда надо умереть. В этом нет никакого мужества. Хорошо. Сократ объединяется с Протагором, делая его своим союзником против большинства. Сократ собирается рассказать Протагору, что он узнал сам. Рассмотреть, кроме одного, рассмотреть то, что каждый раз вызывает у меня недоумение. Сократ не раз уже об этом думал. И пришло время поделиться решением Сократа с Протагором. Это решение вы знаете, каким будет? Каким будет это решение? Нет. Нет. Что это будет за решение? Я говорил вам, мы с вами говорили, обсуждали уже, что у этого диалога, как у любого другого диалога, есть много слоев. И данный слой – это слой помощи софистики. Сократ собирается исправить софистику, помочь софистике. Что он сделает, чтобы помочь софистике? Он выдвинет вперед доктрину гедонизма. То есть Сократ думал над этой проблемой. Сократ знает, как ее решить. Сократ предлагает Протагору присутствующим софистам стать полезными для общества, обратившись в гедонистов, обратившись в защитников гедонизма. Почему Сократ говорит это Протагору? Потому что он говорит это товарищу. Философия и софистика противники. Философия знает, о чем говорит. Софистика не знает, о чем говорит. Но в глазах города философия и софистика похожи. Поэтому философия должна сделать софистику безопасной. Сделать софистику безопасной – значит приблизить ее к какому-то знанию, какой-то мудрости, сделать ее мудрой. Это невозможно. Но возможно сделать ее кажущейся мудрой. Возникает вопрос, кажущейся для кого? Для большинства, это очевидно, для города. Тогда встает новый вопрос. Какой точке зрения на мужество придерживается большинство? Или иными словами, какой точке зрения на жизнь придерживается большинство? Гедонистическое, конечно. Софистика и большинство должны соединиться, соприкоснуться друг с другом именно в этой точке, в точке гедонизма. Софистика должна учить большинство и гедонизму, и определенным выводам из гедонизма, о которых мы поговорим позже, и выводам позитивным для Сократа, конечно. Протагон никуда не денется. Гиппи никуда не денется. Продик никуда не денется. Смотрите, какой Сократа выбор в разговоре с товарищем? Либо надо убедить товарища, что софистов надо выгнать. Но тогда как отличить Сократа от софиста? Или наказать, или уничтожить? Выберите любой. Ну, выгнать мне нравится больше. Или надо доказать, что Протагор, Гиппи и Продик – это не софисты, а философы. Но это невозможно, потому что они берут деньги. И потому что они являются иностранцами. С этим ничего не сделаешь. Они никогда не могут стать гражданами города. А потому никогда не могут быть, например, патриотами. И так далее и тому подобное. Или остается третий выбор. Изгнание с одной стороны, полное и тотальное принятие объединения философии и софистики с другой не работает. Единственный способ оставшийся – это способ примирения софистики и города. Не философии и города, а софистики и города. И именно к нему сейчас начинает двигаться Сократ. И первое, что он делает – объединяет себя и Протагора. Это процесс обучения Протагора. Помните, как в случае с Гиппократом? Гиппократ смеется, Гиппократ краснеет, Гиппократ слушает. Настало время, чтобы Протагор послушал и чему-то научился. Гиппократ, например, научился, что… Чему научился Гиппократ? Что софистика опасна и учиться у софиста не надо. Чему же нам должен будет научиться Протагор? Об этом мы узнаем прямо сейчас. А можно? Конечно. Тогда Сократ объединяется с Протагором, если он пытается доказать, что софистика должна быть в городе. Он объединяется с Протагором, чтобы научить Протагора. Они вместе выступают против большинства. И таким образом… Это тоже объединение философии и софистики. Да, да, да. Но это объединение – временный альянс. Вы увидите, как только Сократу этот альянс будет не нужен, но он разгромит Протагор. То есть, смотрите, я обращу на это ваше внимание, но сбегая вперед. Протагор выглядит – люди считают, люди думают, люди полагают. И Сократ будет все время с этим соглашаться. В какой-то момент Протагор скажет – я не могу тебе ответить, но могу сказать – люди так думают. Сократ скажет – нет, мы так больше не играем. Ты должен ответить мне, что думаешь ты. И тогда Протагор скажет – я не могу отвечать. И перестанет отвечать. После этого перестанет даже кивать. И полностью замолкнет. Этот союз временный, он тактический. Это не объединение ни в коем случае. – Это как бы в свою очередь сделал Гиппократ. То есть, он сначала вступал в диалог. Ну, он смехался с Сократом, с ним общался. Потом получилось так, что Сократ его приследил, Гиппократ слушал и замолчал. То есть, он чему-то научился. Чему-то научился – это плохой ответ. Когда человек замолкает, мы можем сказать, что он чему-то учится. А можем сказать, что он ничего не учится. Только молчание – знак того, что он отказывается принимать окончательно. Всякое слово, идущее к нему. Гиппократ, может быть, чему-то и научился. Научился не учиться у софистов. Но ведь он пошел вместе с Сократом в Протогору. – Не пошел. – Да. Но не потому, что хотел, а потому, что Сократу так было нужно. Еще раз. Этот союз не является настоящим. Он нужен не Протогору. Он нужен не городу. Он нужен только Сократу. Точно так же, как и Гиппократ. Гиппократ исчезает из диалога сразу после того, как они приходят к Протогору. Гиппократ не упоминается. Гиппократ ничего не говорит. Гиппократ – это инструмент. Не имеет значения, что с ним станет. Останется ли он и будет учиться. Он ведь останется там. Помните? И мы ушли. Останется ли он там? Будет ли он учиться у Протогора? Не будет учиться у Протогора? Это не имеет абсолютно никакого значения. То же самое касается и самого Протогора и этого союза. Философ не заботится ни о ком, кроме самого себя. Если и естественная иерархия существует, вершина естественной иерархии не может заботиться ни о ком, кроме самого себя. Почему? Потому что это будет нарушением движения к цели, принципа движения к естественной цели. Попытка заботиться о ком-то ниже, чем ты сам, является отказом от стремления к цели. Является добровольной деградацией. Это невозможно. Да. Просто если он пытается сблизиться как-то с Вакуриадом, он это делает, потому что все равно у него цель сделать лучше для себя. Конечно, конечно. Потом вы должны отстать. Да, да, да. Мы же помним, что цель объединения политики и философии это тот факт, чтобы философия стала лучше, чтобы она могла нормально существовать в городе. Разумный человек ничего не делает для кого-то другого. Это невозможно. Это безумие. Дайте мне синоним безумия в контексте, о котором мы говорили. Неразумность? Любовь. Любовь. Именно поэтому Сократ дважды говорит Алкивиаду, что его к нему привела любовь. И он единственный из поклонников Алкивиада, кто до сих пор его любит. И помните, Сократ говорит, и я, скорее всего, продолжу тебя любить, даже если ты перестанешь меня слушать. То есть все-таки Сократ и Евгений Борисовича? Наоборот. Везумие делает что-то, что не... Это правильно, но кому это Сократ говорит? Вот именно. Алкивиад должен думать, что это делается не ради Сократа. Точно так же, как Гиппократ. Он ведь думает, что все это ради Гиппократа. Что Сократ отговаривает его, заботясь о душе Гиппократа. Помните, Сократ говорит, отцы и друзья, да? И братья заботятся о твоей душе и о твоем теле и даже переставляет, да? Друзей и отцов. Точно так же, когда речь идет о теле и когда о душе местами. Помните этот момент? И Гиппократ думает, что это ради него. И Алкивиад должен думать, что это ради него. Естественно. А как иначе? Если Гиппократ будет знать, что он только о луде, он ничего делать не будет. Помните, потому что Гиппократ – мужественный человек. Он не может подчиняться другим. Он собирается править другими. Точно так же, как и Алкивиад. Он ведь не собирается никому подчиняться. Никому вообще. Он собирается править всеми. Быть лучше, чем все остальные. Это естественное стремление тщеславного человека. И потому тщеславный человек не может добровольно служить инструментом чьей-либо воли. Единственный способ сделать его таким инструментом – это сделать его инструментом невольным. Даже божественной воли? Конечно, даже божественной воли. Конечно. Помните Маккиавелли. Вирту преодолевает случай. Вспомните, хорошо, вспомните Никия. Вспомните Никия. Никия подчиняется божеству. Никия подчиняется кому на самом деле? Хорошо. Ну, вы же помните эту историю. Кому на самом деле подчиняется Никия? Идет афинская экспедиция на Сицилию. Они терпят поражение. Одно за одним, одно за одним. Не могут найти союзников. Окружают город, но город окружает их. С другой стороны. Вот плывают, приходят подкрепления со стороны спартанцев. Никия понимает, надо уходить. Пока еще можно. Надо прорвать окружение, которое нас окружили. И бежать обратно. Идемосфер. Нет. Идемосфер рядом с ним. Что происходит в момент решающей битвы? Перед тем, как надо уйти. Что происходит? Происходит лунное затмение. И встает вопрос. Это сигнал от Бога. Надо уходить или надо оставаться? Кто говорит Никию, что надо остаться? Разрицатели. Только они толкуют. Никто, ни один человек с драмами не может толковать самостоятельно божественную волю. В чем бы она ни выражалась. В птицах, в гаданиях, в случайно встреченных людях нет. Вы должны идти к специалисту. Кого на самом деле слушает Ники? В результате они задерживают отступление на две недели. В это время приплывают спалтанцы. И окружает их так, что вызваться из окружения, не поднеся гигантские потери, нельзя. В это время сицилийцы топят основную часть их флота. Потому что их флот не может никуда выйти. Их уже окружили. И когда они наконец-то прорываются, становится понятно, что бежать некуда. Флота нет. И вся финская экспедиция гибнет на Сицилии. Включая Ники, Демосфер и прочих. Потому что он две недели ждал. Потому что кто-то сказал ему, что Бог сказал ему, что надо две недели ждать. Демосфер же был второй. Он же не был первым стратегом. Он пришел позднее. Если бы там был Олкивиад, мы бы знали, чем все закончилось. Но его там не было. Хорошо. Потому что все мы люди вместе как-то способны ко всякому делать в слове мысли. Один же хотя бы и мысли. Сейчас же озирается в поисках, кому бы сообщить свою мысль и у кого бы найти ее поддержку. Я тоже за этого охотнее беседую с тобой, чем с любым другим. Полагаю, что ты всех лучше можешь исследовать, как вообще все то, что надлежит исследовать приличному человеку. Так особенный вопрос обрадит. И снова попытка объединиться с Протагором, как и в прошлый раз, связана с лестью. Протагор не хочет двигаться вперед, если только Сократ не будет ему льстить. То есть не будет возбуждать его честолюбие. Кто же другой, как не ты? Ведь ты не столько считаешь себя человеком хорошим, безукоризненным, но думаешь, что можешь сделать хорошим и других. Не в пример некоторым иным людям, которые сами по себе порядочны. Достаточно. Две причины обращаться не к Протику или Египпию, а к Протагору. Нет. Считаешь себя хорошим. Считаешь себя хорошим. И спросу. Да. Ну смотрите. Ведь ты не только считаешь себя хорошим, но и считаешь, думаешь, что можешь делать хорошими других людей. Не в пример некоторым иным людям, которые сами по себе порядочны, однако не способны делать других такими же. Достаточно. Сократ хочет учиться. Мы уже об этом говорили. Учиться у мудрых. Поэтому он разговаривает с Протагором. Но тогда встает другой вопрос. Зачем Сократу говорить с немудрыми людьми? Они ничем не могут научить. Можно ведь как-то найти мудрых и немудрых. Ну Сократ может отличить мудрого от немудрого человека, я думаю. Может, он сам себя хочет? Ну тогда зачем ему кто-то? Нет. Помните, что Сократ только что сказал по поводу принуждения и самопринуждения? Причина бесед с немудрыми – это, конечно же, желание помочь немудрым. Помните, что Сократ говорит по поводу самопринуждения? Что это? Справедливость. Правильно. А принуждение? Умеренность. Конечно. Когда мудрый разговаривает с немудрыми, вынужден разговаривать с немудрыми, является ли это справедливым? Хорошо. Хорошо. А если он вынужден разговаривать с немудрыми? Но он же сам себя вынуждает. Ладно. Не-не-не, вы правы, он сам себя принуждает с ними говорить. И таким образом мудрость и справедливость сходятся, но мудрость и умеренность расходятся. А помните, что Сократ ведь именно это и доказывал, не правда ли, протоколы? Благочестие и справедливость, умеренность и мудрость. Хорошо. Снова возвращаемся сюда. Зачем эта беседа Сократу с точки зрения того, как Сократ сам объясняет это товарищу? Кого он пытается спасти? Протокол. Нет. Гиппократа. Гиппократа. Спасти Гиппократа – это поступок какой из перечисленных родителей-то? Справедливый, конечно, конечно. Конечно, спасти его от несправедливости, от развращения. Но является ли этот поступок мудрым? Я не поняла. Хорошо. Мудрость и справедливость могут совпадать? Да. А могут разниться? Вот Сократ нам пытается, Платон нам пытается показать, что они могут совпадать, а могут разниться. И в данном случае они совпадают. Но это совпадение, а не отождествление. Мудрый и несправедливый поступок. Каким бы он был внутри нашего контекста, внутри этого текста? Мудрый, но несправедливый. Не спасать. И это было бы мудро. Почему? Не послушать родика. Остановимся на не спасать его. Спасает ли Гиппократа Сократ? Нет. Значит, это какой поступок? Несправедливый. Мудрый. Муаб. Теперь попробуйте доказать, что он мудрый. Гиппократ нуждается в спасении. Сократ не спасает его. Не интересует его Гиппократ. Значит, на то, что еще греет Сократа, которого не интересует Гиппократа. Поступок мудрый. Почему? Что-то делать, правило. Мудрость и несправедливость совпадают, вы хотите сказать. Да, с чего-то не да. Ну, хорошо. Есть какие-то, да. Потому что Сократ добивается своей цели. То есть он ставит цель, добивается. Но ставит цель и добивается, это тогда справедливая цель. Потому что он знает, что там есть алки и рад, которые демонстрируют. Плюс он сам хочет побеседовать. Да, да. Нет, ну именно поэтому это несправедливый поступок по отношению к Гиппократу. Гиппократа... Он делает его умом. Кого? Сократа. Сократа. Нет, является ли поступок мудрым? То, что Сократ мудрый, мы знаем. Ну, поступок является мудрым еще потому, что он использует Гиппократа как предмог. Хотя это не предлог, не трудный предлог. Это еще и для алкивиада предлог. Мы пришли сюда вдвоем, да. Это еще и для Петротагора предлог. Вот Гиппократ хочет у тебя учиться, расскажи, чему ты учишь. Но в таком случае использование Гиппократа – это несправедливость. Но по отношению к Гиппократу несправедливость. Несправедливый, да. Да, да. Мудрость и несправедливость. Детали мимо ушей. Помните, что для него это не текст. Для него это речь. Причем гигантская речь. Длинная, бесконечная речь. И очевидно, что он не успевает, как мы, в отличие от нас с вами, везнуться назад, пересмотреть, что там было сказано до этого, сбегать к другим диалогам и так далее и тому подобное. Хорошо. И ты в такой степени уверен в себе, что в то время, как другие скрывают это свое умение, открыто возвестил о нем перед всеми эллимами. И, назвав себя серфистом, объявил себя наставником образованности и добродетели. И первым признал себя достойным взимать за эту плату. Так как же не привлечь себя к рассмотрению этого вопроса, не спрашивая тебя и не советоваться с тобой? Никак без этого невозможно. Протогон отличается от других. Чем он отличается от других? Я первый назвал себя серфистом. Ну, как бы новаторством, то есть он первый решил не скрываться. Первый решил не скрываться, да. Но в нашем контексте справедливости и несправедливости. Интересует ли протогону справедливость? Нет. Не интересует ли. Вот. Протогону не интересует справедливость. Как таковая. Именно поэтому он становится интересным для Сократа. Естественно, все это часть лести. Ты первым, открыл это и так далее, и так далее, и так далее. Вот и теперь я очень хочу, чтобы фильм снова напомнил кое-что из того, о чем я сперва спрашивал. Потом мы смотрели вместе. Вопрос, по-моему, состоял в следующем. Вы видите, сноску сперва спрашивал. Вот это сперва, это не то сперва, о котором мы думаем. Это сперва, которое не сперва спрашивает. А вот сейчас мы увидим. Вопрос, по-моему, состоял в следующем. Мудрость, рассудительность, мужество, справедливость, благочестие. Остановитесь. Так о каком сперва идет речь? Нет, нет, нет. Это сперва, о чем я спрашивал, но это не то сперва. О чем сначала спрашивал Сократ? О чем он учил? Не совсем. Настоящий вопрос-то в чем заключался? К чему учатся, это прям первый вопрос. А настоящий-то в чем заключался? Существует ли политикотехне? Политическое искусство или политическое знание? Нет, Сократ говорит, ты очевидно этому учишь. Но у меня вопрос, оно реально существует? Потому что мы, мудрые опиняне, не верим, что оно существует. Об этом это о справедливости. Это то, что его... Нет, нет. Это то, что его... Об этом в смысле не о справедливости, извините, о мужестве, конечно. Это то, что его реально беспокоит. Это последняя часть добродетелей. И мы знаем, почему это его беспокоит. Не правда ли? Не правда ли? Потому что мужество и мудрость – это единственные две естественные добродетели, которые при этом противонаправлены. И, следовательно, возникает вопрос, кто является вершиной иерархии естественной? Мужественной или мудрой? Если мужественной является вершиной иерархии, тогда не алкевиат должен являться инструментом для Сократа, а Сократ должен являться инструментом для алкевиата. И тогда стремление Сократа перейти из одного класса в другой, то есть перестать быть уродливым, старым, нищим, безродным, ничего не значит. Потому что он точно не мужественный. И тогда философия оказывается вторичной перед политикой. Вопрос по маму стоял в следующем. Мудрость, рассудительность, мужество, справедливость, благочестие – это обозначение одной и той же вещи? Или, напротив, под каждым из них обозначений кроется некая особая сущность и вещь, имеющая свое особое свойство? Так что они не совпадают. Достаточно. Перед нами что? Перед нами перечисление. Что в центре? Мужество. В центре мужества. Как разделились добродетели? Мудрость, рассудительность. Это не рассудительность, а? А. Умеренность. Мудрость, умеренность, справедливость, благочестие. Ровно как и было до этого. Это повтор. Это буквальный повтор 329 ЦД. Когда вы сталкиваетесь с повтором, вы должны на него посмотреть. Естественно. Разумный человек никогда не повторяет одного и того же, особенно в текстах. Я сказал 329 ДЦ. Хорошо, давайте посмотрим. Не ошибся ли я? Прошу вас. Так вот это самое, ты меня растолкуй. Точных поражений. Есть ли добродетельность, справедливость, рассудительность? Нечто единое. А, не что единое. А справедливость, рассудительность и благочестие ее части. Или же все то, что я сейчас называю, только обозначение того же самого единого. Вот что еще я жажду узнать. Достаточно. Справедливость, рассудительность, благочестие. Да, да, да. Но это вопрос про одно и то же. Как раз мудрость, мудрость и мужество. Но они об этом еще не говорили, да? О мудрости и мужестве. Потому что протагор о них не заявлял. Давайте уберем здесь мудрость и мужество. Получается, умеренность, справедливость, благочестие. А как там? А там что? А мудрость и умеренность меняются друг с другом местами. Да, мудрость и умеренность взаимозаменяемы с точки зрения того, чем говорит сейчас Сократ. Часто умеренного человека вы можете принимать за мудрого. И мудрого за умеренного. Ты сказала, что это не обозначение для одного и того же. Но каждый зависит от обозначения принадлежит особые вещи. Однако они все-таки часть изобразительной. Не так, как части золота похожи друг на друга. А на то целое, которого они части. А как части лица, они не похожи ни на то целое, которого они части. Ни друг на друга и имеют каждое свое особое свойство. Если ты об этом думаешь еще и теперь, как тогда, скажи. Если же как-нибудь иначе, дай этому определение. Я вовсе не поставлю тебе в вину, если ты теперь будешь утверждать иное. Для меня не будет ничего удивительного, если окажется, что ты тогда говорил так, чтобы меня испытать. Достаточно. Вы слышали уже это тоже повтор. Мы его разбирать не будем. Вы можете обратиться к нему самостоятельно. Сократ дает Протогору выбор. Ты делаете, что это все шутка? Да. И это выбор, это выход. Выход через иронию. Ровно так же, как Сократ тянул время с Продиком. А когда Протогор их поймал, сказал, мы с Продиком шутили. Причем поймал плохо, но все равно считается. Точно так же и теперь Сократ говорит, ты только скажи, что это была ирония. И мы начнем заново. То есть мы объединимся окончательно. Проблема заключается в том, что Протогор, как и город, не понимает иронии. Не принимает иронии. Почему? Потому что в обществе любви. И да, спасибо русскому языку, честность и честолюбие сходятся вместе. Честь и честность. Хотя ирония является доказательством превосходства, она в то же время является ложью. Протогор не может принять ложь. Протогор честный, он открытый, он не скрывающийся. И потому, когда ему предлагают скрыться за иронией, он отказывается это сделать. Город такой же, в этом смысле город простой. Политика такая же, в этом смысле политика тоже не скрывается. Она не маскируется. Она же работает. Ложь существует внутри политики. Но сама политика абсолютно честна и прозрачна. Потому что в политике существует дело. Вы не можете обмануть человека делом. Можете обмануть человека словом. Возможно обмануть другого делом. Это реально. Но это история, которую не стоит вспоминать. И она доступна только мудрецам. Я могу вам сказать, вы можете обратиться к Альф-Раби, философии Платона, ее часть от начала и до конца. Там есть хорошие примеры обмана с помощью дела. Я вовсе не поставлю тебе вину, если ты теперь будешь утверждать иное. Для меня не будет ничего удивительного, если окажется, что ты тогда говорил так, чтобы меня испытать. Но я отвечал про того, повторяю тебе, Сократ, что все это части добродетели. И что четыре из них действительно близки между собой. Мужество же сильно отличается от них всех. А что я прав, ты поймешь вот из чего. Достаточно. Розагор на этот раз признает, что четыре добродетели схожи между собой. Он не говорит, что они одинаковые и тождественные. Схожи, договорились. Но мужество он признать похожим на справедливость, умеренность, благочестие или мудрость не хочет. Можно найти много людей, самых несправедливых, нечестивых, необутанных, невежественных. А вместе с тем чрезвычайно мужество. Является ли мужество отдельным добродетелью? С точки зрения самого диалога. Является ли мужество несовпадающим? Есть ли у нас доказательства того, что мужество не совпадает с мудростью остальными добродетелями? Ну, она в центре. Нет, нет. Но где? Нет, здесь нет ничего. Не словом, а делом. Где мы говорим о мужестве? Ладно. Давайте вернемся. 196-197 страница 310D. Я знаю его мужество и пылкость, сказал. Достаточно. О ком идет речь? О Гиппократе. Гиппократ точно не мудр. Он точно не умерен. Пылкость. Я знаю его мудрость и пылкость. Ничего не говорится о благочестии. Мы можем подумать. Потому что помните, что здесь все время возникают клятвы. И что у нас остается справедливость? Ничего не говорится о справедливости. Но мы точно знаем, что мудрость и мужество не совпадают. Следующий шаг, который доказывает нам делом, что мужество и мудрость не совпадают с точки зрения самого Сократа. 342 Е. 236 или 37 страница. А что я говорю правду? Лохонцы действительно отлично воспитаны в философии, искусстве слова. Это вы можете узнать вот из чего. Если бы кто захотел сблизиться с самым легчемным из лохонцев, то большую частью нашел бы его на первый взгляд в слабом речах. Но вдруг в любом месте речи нет ни о том слове могучий слегок. Какое-нибудь точное излечение, краткое и сжатое. И собеседник кажется перед ним малым ребенком. Вот поэтому-то кое-кто из нынешних, да и древних догадались, что лохонствовать – это значит гораздо более любить мудрость, чем телесные упражнения. Они поняли, что умение произносить такие излечения свойственны человеку в совершенстве образованному. Таким людям принадлежали Палес Милетский, Петак Матиленский, Пеатр Исприенный, Инаш Фелон, Клеопуллинский, Нисон Сунийский. Сидимым между ними считается лохонец Фелон. Все они были ревнительными, любителями и последователями лохонского воспитания. Всякий может усвоить мудрость, раз она такова, что выражена каждым из них в кратких и дистопаментных изречениях. Надеюсь, вместе они посвятили их от начала к мудрости Аполлону. Да, да, достаточно. Я промахнулся чуть выше, прошу вас, 342b. Так я попытаюсь, сказал я, изложить вам мое понимание этой песни. Раньше и большей всего философия у Элина была распространена на критилах и демонах. И самое большое на Земле число софистов было там же. Но критяне-лохонцы, подобно тем софистам, о которых говорил Протагору, отрицают это идею хриппута, они невежественны, чтобы не обнаружилось, что они превосходят мудростью всех элинов. Они хотят, чтобы их считали самыми лучшими воинами и мужественными людьми. И думая, что если узнают, в чем именно их превосходство, все станут упражняться в том же, то есть в мудрости. Достаточно. Спартанцы показывают всем, что они мужественны, и чтобы тем самым доказать, что они не мудры. И все в это верят. Нет такого человека, который, находясь в своем уме, мог бы сказать, что спартанцы мудры. Но мужественны они? Сто процентов. Отлично. Давайте мы, если у вас нет вопросов, остановимся на этом, а потом уже продолжим дальше.